Всех приветствую, рассмотрим биткоин, как отразилось вчерашнее заседание ФРС и их дальнейшие планы. Также рассмотрим лаунчпад площадки, что сейчас происходит в сфере IDO, сколько дают их софт-проекты и что происходит с их токенами. По итогам вчерашнего заседания ФРС было принято решение поднять процентную ставку на 75 базисных пунктов. Это была вполне ожидаемая цифра для всех и в целом негативных новостей не поступало, то есть фактически рынки заложили падение заранее в преддверии более худшего сценария. Но так как не было ничего необычного, то есть стандартно они подняли ставку на 75 базисных пунктов, рынки сегодня уже реагируют восстановлением. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что в июле они также планируют поднятие процентной ставки еще в диапазоне от 0,5 до 0,75%. Все упирается в инфляцию, которая сейчас в США находится на отметках выше 8%, и то есть в дальнейшем, чтобы побороть ее, они будут продолжать поднимать процентную ставку. И это будет также продолжать оказывать давление на рынке. По итогам, учитывая последнее поднятие процентной ставки, сегодня ее диапазон составляет 1,5-1,75% годовых. Кстати, в последний раз поднятие процентной ставки на 75 базисных пунктов проводилось в 1994 году. За последние несколько лет инфляция очень сильно ускорилась, и сейчас с ней активно будут бороться. По прогнозам, к концу этого года процентная ставка будет составлять в диапазоне 3,4%. И к концу 2023 года прогнозируют отметки 3,8%. То есть на сегодняшний день мы имеем отметку 1,75%, и к концу года прогнозируется рост до отметок 3,4%. Сейчас инфляция держится в районе 8%, и ФРС будет поднимать процентную ставку до тех пор, пока инфляция не снизится до уровня в 2%. Как это все отражается на цене биткоина, сейчас он торгуется на отметке 21,100, и он обновил свои минимумы еще перед началом заседания. Он корректируется вслед за фондовым рынком, индексы S&P 500 и NASDAQ вчера также падали. По S&P 500 сегодня тоже происходит хорошее восстановление, вчера он также обновил свои минимумы на отметке 3,700, сегодня уже восстановился до отметки 3,790. То есть рынки заранее закладывают все негативные сценарии, которые возможны, и так как вчера не произошло каких-либо новых страшных заявлений, которые могли бы оказывать давление на рынки, соответственно сегодня рынки восстанавливаются. Но текущий рост я также рассматриваю только в рамках отскока. Биткоин удерживается ниже 200-недельной скользящей средней, также он продолжает находиться в нисходящем тренде. И сейчас я считаю по волновому анализу он находится в пятой коррекционной волне, которая по всей видимости еще будет продолжаться после отскока. И я считаю дно будет явно ниже отметок 20 тысяч долларов. По объемам биткоин сейчас находится в зоне, где не было длительной проторговки. То есть либо он будет ходить здесь в боковике продолжительное время, либо погрузится ниже, как минимум в диапазон 19-18 тысяч долларов. Также на графике отмечена 300-недельная скользящая средняя, она выступала дном во время коронадампа. Учитывая, что 200-ю мы уже пробили, и биткоин не спешит восстанавливаться выше, пока торгуется ниже нее. То есть можно предполагать, что когда произойдет финальная капитуляция, цена биткоина может снизиться вплоть до 300-й. Она сейчас находится в диапазоне 16600. Будем продолжать следить за актуальными новостями. Следующее заседание ФРС США будет проходить в июле. И на следующем заседании также планируется поднятие ставки как минимум на 75 базисных пунктов. Это в лучшем случае. Будем следить, как на это будут реагировать фондовые рынки и, соответственно, криптовалютный. Плюс, как я показывал в прошлых видео, при финальной капитуляции биткоин всегда падал более чем на 50%. И в этот момент на рынках происходило полное разочарование, максимальный страх. Сейчас во время текущей коррекции также на рынках присутствует страх, но я считаю, еще не произошла финальная капитуляция. Слишком большое количество людей заявляют, что покупают биткоин на все, он никогда не опустится ниже 20. Недавно также все кричали, биткоин никогда не будет ниже 30 тысяч долларов. Естественно, после такой сильной коррекции будут происходить отскоки. Но для того, чтобы с рынка выбить максимальное количество слабых рук, то есть откупить у них биткоины по максимально выгодной цене, я считаю, с текущих отметок нужно еще погрузить его ниже. В таком случае наступит финальная капитуляция. Также выбить лонговые позиции, которые набираются сейчас. Либо коррекция должна быть более продолжительной. Даже на этих отметках биткоин может находиться на дне, но в таком случае должна быть длительная зона накопления, как было здесь в 2019 году. Финальная капитуляция уже прошла, и на этих отметках крупные инвесторы набирают свои позиции. То есть биткоин в этот момент находился в своей зоне накопления. Это я объясняю для тех, кто думает, что уже пропустил дно, и сейчас биткоин развернется и полетит на 100 тысяч долларов. В текущей ситуации на рынке, так как будет продолжать подниматься процентная ставка, фондовые рынки будут продолжать коррекцию. Индекс S&P 500, глобально еще есть куда падать. И на таком фоне очень маловероятно, что биткоин сейчас пробьется даже выше 30 тысяч долларов и полетит куда-то значительно сильнее. Как минимум, даже если предположить, что он сейчас находится на своем дне, должна быть более продолжительная зона накопления. То есть я считаю, он как минимум вернется и сделает ретест своих прошлых минимумов, после того, как походит в боковике. Самое важное это иметь свободные средства, не закупаться сразу на всю сумму, не важно какая это монета и на каких отметках. И в момент финальной капитуляции будут максимальные скидки и лучшие точки входа. Очень интересный пост сделал маркетмейкер Cumberland, в котором они допустили падение одного из топовых стейблкоинов. Cumberland это внебиржевая криптовалютная платформа. Они сделали заявление, что следующим негативным событием на рынке станет крах одного из стейблкоинов из топ-2. Топ-2 стейблкоина по капитализации у нас это USDT и USDC. Конкретно о каком стейблкоине идет речь они не написали, но указали, что это крупный стейблкоин из топ-2. Капитализация Tether сегодня 76 миллиардов. И на втором месте по капитализации это стейблкоин USDC с капитализацией 9,1 миллиарда. Третий стейблкоин по капитализации это стейблкоин BUSD криптовалютной биржи Binance. Сегодня также остановимся, на нем я покажу более подробно. Если произойдет крах одного из таких крупных стейблкоинов, это однозначно будет ужасное событие для криптовалютного рынка, которое повлечет за собой очень сильную панику на рынке и падение всех активов. Стейблкоин USDC обеспечен на 100% реальным долларом. Поэтому я считаю, что в этой статье они имеют в виду стейблкоин USDT. У них все не так хорошо, он не обеспечен на 100% реальными долларами. Во время прошлого обвала на рынке USDT уже терял привязку к доллару и падал до отметки 0.94. И на сегодняшний день его курс так и не стабилизировался. Курс USDC и BUSD удерживается на отметке 1 доллара. Также маркетмейкер написал, что сейчас через внебиржевой стол проходят самые крупные потоки. И это указывает на то, что сейчас вполне возможно криптовалютный рынок приближается либо к локальному дну, либо ко дну. Также есть информация, что крупный фонд Alameda Research и маркетмейкер Cumberland выкупили 2 трети эмиссии USDT. И нужно быть внимательнее и аккуратнее с этим стейблкоином. По поводу стейблкоина в бирже Binance BUSD. Многие часто спрашивают, насколько он безопасен. Это регулируемый стейблкоин и он обеспечен фиатом и привязан к доллару на все 100%. То есть он не печатается просто так и количество BUSD всегда приравнено к настоящим долларам в соотношении 1 к 1. BUSD создан компанией Paxos и Binance. Компания Paxos использует технологию блокчейна и предлагает сторонним компаниям стейблкоины как услугу. Им также принадлежит стейблкоин PaxG, который обеспечен реальным золотом. И два этих стейблкоина регулируются управлением финансовых услуг штата Нью-Йорк. Механизм привязки BUSD к настоящему доллару происходит таким образом. Каждый BUSD, который вы хотите обменять на 1 доллар, который находится на их резервах, при отправке вашего BUSD в Paxos они сжигают ваши токены и возвращают вам фиатную валюту. Таким образом курс всегда находится в соотношении 1 к 1 к настоящему доллару. Но напомню всем, недавно биржа Binance заблокировала вывод средств на несколько часов по неизвестным причинам. Поэтому держать все свои средства на какой-либо бирже крайне опасно. Лучше хранить все на холодном кошельке, либо как минимум использовать горячий, но вне биржевой кошелек. Такой как TrustWallet, Exodus, к примеру. Самые надежные это аппаратные кошельки, такие как Ledger и Trezor. Крупный инвестор Кевин О'Лири также недавно сделал заявление, что серьезное негативное событие определит дно рынка. Возможно он намекал на крах одного из крупных стейблкоинов, к примеру. Это мы не можем знать на 100%. Но он заявил, что сейчас рынок не находится на дне до тех пор, пока не произошло крупное негативное событие. По его словам, 10% своего портфеля он держит в криптовалютах, в эфириуме и стейблкоине USDC. На бирже ProBit сейчас проходит эксклюзивный аэрдроп токенов Lemon Chain. Разыгрывается 1600 токенов LiMC. В аэрдропе можно принимать участие абсолютно бесплатно. Розыгрыш будет проводиться в период с 6 по 19 июня. Для участия в этом аэрдропе и получения токенов. Нужно зарегистрироваться на бирже 6 по 19 июня. Пройти телефонную верификацию. И пройти KYC верификацию. После выполнения этих действий вы автоматически будете принимать участие в этом аэрдропе. Это эксклюзивный розыгрыш только для новых пользователей. Которые являются гражданами стран Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Молдовы, России, Узбекистана и Украины. Токены LiMC будут распределены поровну между всеми участниками этого розыгрыша. Проект Lemon Chain это мета вселенная. Ссылки с подробным описанием и для регистрации в данном розыгрыше я оставил в описании. Эфириум сейчас торгуется на отметке 1094. Пробил 200 недельную скользящую среднюю. Также он скорректировался до 78 уровня по Fibonacci. Сейчас торгуется в этом диапазоне. Локальная зона с объемами у него на отметке 1000 долларов. Он пока удерживается над ней. Но глобально при дальнейшем снижении биткоина я бы ожидал его снижения до следующей зоны. Это уровень 0.85. Отметки 807 долларов. Блок с крупными объемами и длительной зоной проторговки. У него в диапазоне 470-670 долларов. Если будет снижение в эту область, это будет отличная возможность, по моему мнению, для аккумуляции эфириума. Либо если он будет удерживаться над уровнем 0.85. В целом это также уже в принципе неплохие точки входа в диапазоне 800 долларов. Индекс биткоин доминации также продолжает корректироваться. Сейчас на отметке 45,3%. Это означает, что на данный момент ликвидность перетекает в альткоины. В принципе многие альткоины, как вы можете видеть, не сильно скорректировались. Удерживаются в своих блоках поддержки. Глобально они до конца еще не отыграли данное падение биткоина. За счет падения индекса доминации. Покажу на примере монеты DOT. Он сейчас торгуется на отметке 7,5. Дал неплохой отскок. Последний коррекционный импульс он откорректировал выше 0.5 уровня по Фибоначчи. Отскок был до отметки 8,79. В прошлое дно у него было 7,2. И сейчас он падал до отметки 6,39. И пошел на восстановление. То есть сейчас он торгуется и удерживается над своими прошлыми минимумами. И диапазон 7 долларов также выступает уровнем поддержки. Здесь присутствуют крупные объемы. Такие альткоины, как DOT, сейчас себя чувствуют относительно неплохо. Так как индекс доминации биткоина корректируется. Но в дальнейшем, как я уже говорил ранее, я жду рост вплоть до отметки 52%. Возможно выше. И когда доминация биткоина начнет расти, в этот момент средства из альткоинов начнут переливаться в биткоин. То есть фактически альткоины начнут падать по соотношению к биткоину. И также на малейших коррекциях биткоина будут падать куда сильнее. При росте доминации выше 50%. Поэтому я также ожидаю снижение DOT в этот блок. Накопление диапазон 3,5-5,7 долларов. Тут у него зона с максимально крупными объемами и самой длительной проторговки. При следующем коррекционном импульсе биткоина, если DOT снизится в эту зону, будет тут торговаться в боковике. В таком случае уже я буду его накапливать на долгосрок в крупных объемах. Solana также дала неплохой отскок от своего дна на 38%. Сейчас торгуется по 31,5. Прошлые минимумы у нее были на отметке 26,1. И цена дала отскок, как вы можете видеть, до верхней границы нисходящего сопротивления. Это локальный уровень отметки 36,4. Протестировала этот уровень и от него сейчас пошла на разворот. Блок сопротивления у нее находится выше на отметках 40,41. В дальнейшем я ожидаю снижение в диапазон данных минимумов 20,22 доллара. И набирать позицию планирую в этом блоке в диапазон 8,14. Rose не сильно обновила свои прошлые минимумы. Она уже находится в блоке сильного накопления. Торгуется по 0,48. Нижняя граница этого блока поддержки это диапазон 3 центов цена покупки фондами. То есть долгосрок это уже отличная точка для покупки. Атом пока дал отскок. От верхней границы блока поддержки торгуется по 6,6. Но уже пошел на снижение. Тут надо ожидать переход в боковик, где у него будет зона накопления. Падающие ножи имеет смысл откупать только на отскок. Если вы хотите забирать движение по 20-30%. Но для безопасной покупки надо дождаться снижения в этот блок. И посмотреть как цена будет его удерживать. Если тут будет длительная зона накопления. Она будет торговаться в боковике. И не обновлять свои прошлые минимумы. В таком случае уже можно будет его набирать. Я планирую его набирать здесь в диапазоне 3,9. ICP торгуется по 5,4. Снова обновила свои прошлые минимумы. Такие монеты, которые пробили уже все свои зоны поддержки. Я бы не спешил покупать. Нужно дождаться одна коррекция биткоина. Так как ниже у нее нет проторгованных зон. То есть цена по сути висит в воздухе. Ее сейчас ничего не удерживает. Теоретически она может падать вплоть до 2-3 долларов. Либо даже ниже. Так как фонды ее покупали по цене 10 центов. Поэтому нужно дождаться когда она перейдет в боковик. И мы увидим повышающиеся минимумы и максимумы. И биткоин начнет свое восстановление. Лучше дождаться и в таком случае занимать более безопасную позицию. Монеты с маленькой капитализацией. Парачейный полка ДОТ. Такие как Мумбим продолжают сильно сливаться. Она снова обновила свои прошлые минимумы. Тут также нужно дождаться когда цена перейдет в боковик. Сейчас интересно смотрится монета Акала. Она уже длительное время торгуется в боковике. И на данной коррекции не обновила свои прошлые локальные минимумы. Тут есть уже вероятность того что монета пришла к своему дну. И находится в зоне накопления. Но так как они все новые. У них нет истории на графике. То есть тут не на что опираться. У нее ниже нет никаких блоков поддержки. Поэтому неизвестно на 100% где тут будет дно. Если вы верите в проект. То в таком случае нужно закупать частями по мере падения. Тогда средняя цена закупки будет постепенно снижаться. И в долгосрок монета даст свои иксы. Я планирую накапливать Акала. Карура также ходит в боковике. BNB торгуется по 217. Дно коррекции у него было на отметке 196. Я думаю это еще далеко не конец. Следующая цель это уровень 0.78 168 долларов. И уровень 0.85 125. Также это сочетается с дном нисходящего канала. Здесь уже по всей вероятности может быть дно. Также обратите внимание. Вся эта зона она не проторгована. То есть последняя поддержка у него находится здесь. Над которой он сейчас удерживается. При закреплении ниже тут может быть достаточно сильный импульс снижения. Вплоть до уровня 0.85. В целом часто спрашивают про монеты различных бирж. Я бы сейчас не стал их закупать. За счет чего растет токен биржи. Сильный рост они показывают в бычьем цикле. Так как они проводят различные розыгрыши, акции для пользователей и так далее. Придавая своему токену ценность. На медвежьем рынке на таких сильных падениях биткоина. Сейчас активность падает. А идиот не дают таких иксов как раньше. И соответственно токены бирж также будут снижаться. Вслед за биткоином в любом случае. Пока биткоин не пойдет на разворот. И не начнется следующий бычий цикл. Токены лаунчпад площадок. Сейчас все укатались в дно. Токен площадки полка стартер торгуется по 43 цента. Он уже обновил свои прошлые минимумы. Которые были летом. Это связано с тем, насколько на сегодняшний день популярна и актуальна IDO. Упали токены всех лаунчпад площадок без исключения. Предыдущие проекты, которые запускались на лаунчпад площадки полка стартер. Прошлый проект минус 10%. 229.52. Неплохо взлетел токен MAPE. Плюс 843%. И прошлые проекты 60, 170. То есть это несерьезно. Для IDO. Когда я участвовал в IDO осенью, проекты давали по несколько тысяч процентов. Если проект давал меньше тысячи процентов, это было неуспешное IDO и плохой проект. То есть хорошие проекты давали по 3-5 тысяч процентов. Соответственно, сейчас все пользователи утратили интерес к этому. Я сейчас также не участвую в IDO. Только если будут перспективные проекты на площадке CoinList. Так как там участие бесплатное. А покупать токен лаунчпад площадки, по моему мнению, не имеет смысла на сегодняшний день. Некоторые проекты даже выходят в 0, либо в минус. На площадке Solanium тоже ситуация ужасная. Прошлые проекты 2.5x, 1.5x, 1.2x. DeltaFi дал 0.96x. По моему мнению, не имеет смысла участвовать в таких IDO на сегодняшний день. Также учитывайте, что вы рискуете, покупая токены лаунчпад площадки, которые также будут падать вслед за биткоином. И плюс вы будете очень долго окупать свою локацию с такими иксами. Я на этой площадке участвовал почти с самого старта, еще в сентябре. В то время выходили такие проекты, как DeFiLand дал 158x. Project Seed больше 100x. Практически все проекты давали как минимум по 20-30x. И аллокация, то есть сумма, на которую вы покупали токены, окупалась в течение первого месяца. Условно, покупая токены на 10 тысяч долларов, вы имели возможность окупить их в течение 1-2 месяцев. Сейчас проекты дают по 1-2x. Плюс они выпускали NFT, которые даже не вышли в плюс. Я не участвую в таких IDO. На всех лаунчпад площадках сейчас ситуация печальная. Нужно ждать бычьего тренда. Пока на рынке не начнется хайп, не начнется большой приток новых пользователей, запуски новых проектов, IDO не будут давать таких хиксов, как раньше. Но, например, токен лаунчпад площадки Polkastarter, Pols, относительно других, в целом неплохо держит свою цену. Он не укатывается на 99%, как многие. И они более тщательно выбирают проекты для IDO. Поэтому я всегда хвалил эту площадку. Плюс в этот проект проинвестировали очень крупные инвесторы. Поэтому я планирую откупать этот токен. Но учитывайте, что сейчас в сфере IDO нет больших заработков. То есть это будет инвестиция в долгосрок. Глобально токену еще есть куда падать. Здесь он торговался в диапазоне 14 центов. Сейчас 43. При дальнейшем снижении биткоина я планирую закупать этот токен. Но это долгосрочная цель на следующий бычий цикл. Максимум у него был выше 6 долларов. Я его покупал прошлым летом по цене около 1 доллара. И распродавал здесь по 3 с лишним. То есть сам токен дал иксы. Плюс IDO приносили неплохой заработок. Но сейчас на медвежьем рынке с такими иксами я считаю тут участвовать не очень целесообразно. Если кто участвует, напишите в комментариях. Будет интересно почитать, как часто получаете аллокации. Всех благодарю за просмотр. Пишите свое мнение в комментариях. И всем удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!